Добрый день! У нас джемпера Коллинз, женские джемпера Коллинз, в основном это молодежка. У них комфортная цена, несмотря на то, что это сток, из-за того, что у них есть дефекты. Но чаще всего в этих джемперах легко устранены дефекты. Где-то подтянуть петельку, где-то еще чего. Значит, их сильная сторона, во-первых, цена, во-вторых, модели и в-третьих, известный бренд. То есть они не старые, не избитые, они современные, поэтому это стоит использовать. Их слабая сторона именно в том, что нужно будет потратить свое время на доработку этих дефектов, либо же на отработку возражений клиентов. Понимаете? То есть тут можно и ту стратегию применить, и ту. Я вот в этом джемпере, честно говорю, дефекта не вижу. Такое тоже может быть запросто. То есть я не нашла здесь дефектов. Так, давайте дальше. Хлопок, смотрите, с воротничком. Какой дефект? Ручка. Вот здесь вот написано, ну, сделана ручкой. А так тонкий хлопок, прикольный джемпер, тоже лежит этикетка. На нем, он, видите, для офиса, немножко как с рубашкой. Вот здесь, посмотрите, видите, разошлась петля. Ну, что тут стоит ее вот так вот быстро стянуть? Но еще раз говорю, что здесь стратегия может быть как на отработку возражений, то есть почему вам удобно купить с биркой, либо на доработку дефектов. Но, смотрите, если ваш магазин в целом предлагает клиенту по хорошей цене одежду с дефектами, то тогда стратегия отработки возражений сработает. Но если вы в целом привыкли своему клиенту поставлять качественный товар без дефектов, тогда, скорее всего, правильная стратегия для вас будет именно доработка этих дефектов. Доработка самостоятельно. Здесь всего 20 джемперов. 20, и поэтому я думаю, что можно найти время для того, чтобы здесь вот доработать. Потому что потом можно будет использовать текстильные стороны. Это бренд, который у всех на слуху. Не избитые, не старые модели. Молодежный стиль – это гольф. Здесь у него разрезики на рукавах, видите, на маджетах. Так, и какой дефект? Возможно, иногда бывает так. Дефект здесь – потеря товарного вида. Но в секунде в целом к этому готовы. И, естественно, товар всегда дорабатывает. Но приятная новость заключается в том, что товар готовят к розничным продажам не только в секунде. Ну вот правда, не только. Везде есть подготовка товара к розничным продажам. Не могу понять, тоже не вижу, если честно. Дефекты здесь не вижу. Так, хлопок. Здесь дефект. Кто-то мерил, осталась пудра. А так классная кофта с этикеткой. Они почти все S, потому что это молодежные джемпера. Так, XS. Кардиган. О, с таким красивым замочком. Что тут у него? Замочек. Да, кстати, возможно, тут вот это вот гвоздик. Да, гвоздика нет, который этот замочек делает сцепленным. А что может быть? А в остальном дефекта нет. Да. А что может быть этим замочком? Стоит, наверное, обратиться к тем, кто обувь ремонтирует. Вот у них, мне кажется, такой есть. Либо подумать, что вообще убрать эту застежку. Что проще. Так, здесь, смотрите, да, то есть вот, получается какой-то дефект вот этих ниточек. Какой-то есть дефект от ниток. То есть вот такое ощущение, что как будто машинкой здесь вот так немножко срезали, все равно видно. Ну, то есть так особо вот это не дырка, ничего, да, но видно. Ну, что здесь может быть? Может быть какая-то лейба. Вот зайдите в магазин тканей, господи, да там всяких вот этих вот прихватов продается просто овалом. И все они копейки стоят. Их можно использовать для починки дефекта, если это будет ваша стратегия. Размер М. Так, что здесь? Ну, знаете, я хочу сказать так, что этот лот еще как-то более-менее без дефектов. Потому что самый плохой дефект мы считаем дырку. Самый незначительный дефект мы считаем пятно. Но в джемперах дырка это всегда, всегда легко исправимо, потому что ткань рыхлая, и можно легко, я тоже не нашла. И XS. Ну, вот этот тепленький джемпер, то есть возможно он останется на зиму, да, например, если кому-то не приглянется по какой-то сходной цене, через месяц просто уберете, да и все. Размер L. И вот здесь, скорее всего, потеря товарного вида. Потому что вот он такое ощущение, что как бы его постирали, вот такое ощущение. Хотя, может быть, он такой и есть. Так, поехали дальше. XS. Вот здесь вот ниточка. Ее, возможно, крючочком заправить вниз. А так других вот я не вижу. Кстати, этот лот, да, как-то у него мало дефектов. Здесь уже кто-то пытался починить. Смотрите. Нитку засунули как бы обратно, да, то есть, ну, как бы она, видимо, здесь торчала, а так засунули. Но ведь цена вопроса, сколько у вашего клиента, всегда есть возможность сравнить, сколько такой коллинз стоит, допустим, на, в магазинах. Понимаете? Вы бы и сами посмотрели. Тоже полезная информация. Размер N. Тонкий, тонкий, тонкий джемпер. А что тут, я тоже тут дефектов не вижу. Ну, правда, нету. Нормально. Нормально абсолютно. Так, давайте дальше. Размер M. Этот тоже потеплее. То есть, это вторая модель, которая потеплее. Тут их две в этом лоте. Тоже все нормально. Даже ниток не вижу. Нет, все в порядке. Но перед тем, как их продавать, надо, естественно, прям внимательно, внимательно посмотреть, если ваша стратегия не связана с отработкой возражений. Смотрите, хлопковый, классный, оверсайдско, да? И у него, вот, разошелся, видите, разошелся по шву воротник. Значит, это в трикотажном ателье, либо любая швея может вам его доработать. Но я вот так вот смотрю, смотрите. Ну, а если его убрать до конца, он даже хуже не станет. Он, в принципе, будет так же прикольный. Прикольный, актуальный. Так что, а джемпер сам по себе классный, и размер у него M. Подробности об этом лоте, его стоимость, вы найдете в ссылке под описанием. Мы специально сделали эти лоты небольшие, чтобы была у вас возможность попробовать новый для себя товар.